здравствуйте здравствуйте а что там написано светлана почему это моя жена что же вы ей прикрылись то вы свое поставьте ну так у нас один скайп на двоих так какие у вас вопросы но меня очень волнует нас ущемляет здесь так вышло что я родился в такой семье греко-католической ну а православные говорят что они в аду будут гореть не раскольники проклинают нас нельзя с нами общаться помогать на каком основании кто им сказал что вы в аду будете откровение какое-то было батюшки я не знаю кому бог открывает такие вещи ну давайте по порядку скажите вы папу римского признаете что он законный первосвятитель до католической церкви и это соответствует действительности понимаете значит у вас есть епископ благодатное священство которое идет от апостола петра поэтому вы являетесь церковью и теперь все зависит рожден или вы свыше вы не сектант а вас говорят говорят это одно надо на деле вот мы были в риме я миссию такую предпринялся с нашими братьями мы проехали до лиссабона я подарил книги папе франциску и венедикту свои книги у меня 38 книг вышло вы там были что не нравится мне у них у католиков то я сразу могу сказать мне не нравится что они бреются это никуда не годится вот посмотрите сикстинская мадонна папа сикс он с бородой я беру католические иконы и православные это мир мир скоро старик бреется и скоблится до чего это это первый вопрос тут даже и отвечать не надо все иконы все апостолы с бородами были сто с бородой как первообразец но это не говорит о том что он без борода и значит и что-то другое я просто что не нравится мне нравится что-то осипом профессором борода это без бороды и с галстуком еще крещения нету только кропят где это они нашли католики когда христос крестился на иордане евнух и филипп сошли в воду все святые отцы говорят о полном троекратном погружении мы никаким образом не можем это признать за крещение никогда церковь православная католическая но я не знаю как у вас я про католиков говорю никогда не могла признать не погружает тоже не погружает значит нет крещения вопрос просто сразу надо поставить на место слово крещение означает погружение переводе на русский язык то я простите у нас тоже православные так крестят не погружают вот это и плохо это не заразились там этим латинством я не свое это не ищу все святые отцы до единого до единого блаженна пепелак я на златоустых католики признают православное это все крещены в полное погружение и все князь владимир крестил где в днепре ну не щашки же крестили то не и кисточкой махали то дальше христос подал чашу там вино было или плоть почему какую-то таблетку дают я не знаю как у вас но с этим мы не как причастие тело и про христово но и хлеб поэтому вас они никто не должен упрекать а по частям разобрать чтобы у вас вот этого беззакония не было я говорю с как бы с человеком который знает католическое вот поэтому вы ярко руляетесь что я очень с умилением таким слушаю ваши передачи мне чуть-чуть трудно говорить на русском языке у нас я на украинском вы говорите очень хорошо по-русски вот я сразу вам и говорю григориана там какие есть армяне это церковь католики церковь православные копты и сирийцы вот 5 они сохранили епископат от апостольких времен это церковь а что за этим этот все как угодно называют там религиозная организация там сообщество секта это не церковь и вы относитесь к церкви я вот папу римского лично сам то я не видел через кого-то книги передал мы время когда были в ватикане вот мы каждый день утром поминаем имена франциска и венедикта мы молимся за них я православный я никакого отношения к ним не имею но я знаю какая большая у него паства и как он нуждается в этом я его признаю законным и молюсь и вас упрекает туда же какие-то доказательства вот я вам сразу сказал чем я не согласен не согласен просто это не христианское нет крещение ну или бреется там простое как будто бы а остальное то не надо забывать что он является от апостола петра мы от андрея все ну а о крещении я читал петро могила писал что действительное крещение когда обливают кроплят и погружают это он сказал это писание так нас не учат писание допускает обливание только в трех случаях только не писание практика церкви какое первое лежит человек парализованный его нельзя пошевелить тогда делает какой-то как коры то сейчас у нас одного крестили сергея из этого из салопана поехал туда брат мой и там его крестили облить это означает в тюрьме человек покаялся окрещение ему выхода нет он приговоренный к расстрелу его значит три раза раздеть и три раза облить облить обливание отца и сына и святого духа так из них из обливанцев священники ставить нельзя только в крайнем случае это в плену у татар в степи где нет воды там достали сколько точно так же раздеть и три раза три ведра на него вылить ваша сосуда нету все остальное закрыто остальное только небрежность какая трудность вы возьмите сейчас старобрядцы которые сохранили от князя владимира ну кто из них за 300 лет крестил хотя бы одного вот так вот обливанием или как ни одного всех до единого сто процентов и аур на руси как было всегда так всегда только в полное погружение меня крестил православный священник бог я родился восемьдесят первом году у нас тогда церковь католичество было в подполье очень редко приходили священники но меня мать с отцом покрестили православным но я знаю точно что не поражали вы когда священник молится в храме вы поминаете папу или еще и патриарха не только папу всего папа имеет законное рукоположение от апостола петра и вот это легкомысленное предание анафеме кого-то такие то они пойдут в ад зачем божий суд предвосхищать 4 15 1 коринфян говорит никак не судите доколе не придет господь и не откроется крытое во мраке в церкви надо быть церкви вы церкви находитесь чем-то мы не согласны вот я вам сказал сразу чем мы не согласны и вы это можете все исправлять священнику подсказать но у нас священник брыется я думаю что дом моя мысль такая что католики брыются за то что такая культура рим империя может что повязано свете слугам царя давида пол бороды отрезали он даже в иерусалим не пустила сидите в ерехоне и еще дальше говорит они были очень обесчищены дочь динова якова была изнасилована обесчищена то есть это меньше даже грех чем это самого себя скоблить они не вернулись ну да зачем зачем по стихе мира посмотрите даже мусульмане там где-то подвозит подбревают а вообще-то с бородами евреи хасиды там все с бородами они не трогают бороды это никогда да и возьмите изображение ну сексин это где там апостола петра храм в ватикане это посмотри иконы то которые там относятся к неразделенной когда церковь это было все до одной с бородами ты бог создал женщина борода растет если это явно что какие-то гормоны неправильно так и мужчина без борода это евнух кастрированный да правильно я уже с другом мы говорили об этом мы слушали ваши проповеди мы уже размышляли об этом я вам скину туда под здесь внизу какие у нас форум сайт mail.ru вот сейчас я два ролика выставил по игилу по боевикам по тем которые террористы по взрывам во франции вы посмотрите я даю объяснение во свете библии как на эти события надо смотреть а книги ваши где можно чтобы я вам напишу о книгах скину и все вот мы сегодня только отправили на украину или белоруссию не знаю люди покупают спрашивают я основной это это 90 процентов то есть из 190 книг я бесплатно раздаю библиотеках от ладивостока до лиссабона скандинавии прибалтику мы обоехали только за последнее время 500 городов и сел я хотел купить ваши книги вот вы посмотрите что надо я вам скину и вы посмотрите а украину только пересылка дорогая дорогая как в америку не знаю почему в прибалтику дешевле ну не знаю может с этой войной это дата войны в 13 13 году мы проехали украину вдоль и поперек вы далеко от киева очень далеко закарпатская область а вы харьков тысячу километров понятно вот я был по и книги есть в киеве в парламентской библиотеке в национальной в харьковской в одессе в николаеве где мы проехали весь крым и сколесили и везде в каждой библиотеке я дарю на 750 евро 750 это в одной библиотеке 38 в той местности где проповедовать проповедовали кирилл и мефодий на моравии когда-то называлась наша земля закарпатская область возле румынии мы в румынии были там у меня тоже по бухаресте подарены книги в польше чехословакии ну то есть все государства европы я проехал и турцию прошли я очень рад что с вами пообщался ну спаси христос вот мы немножко уже познакомились вы успокойтесь что вас если ваше сердце расположено быть там доколе вы там находитесь немало не смущайтесь вы там можете принести большую пользу только не нигде не лицемерти священник бред борода вы подойдите там поговорить и как так чтобы он принял и скажем на каком основании ну посмотрите ты православный все-таки вы же православный посмотрите арафим саровский ян кронштадтский вы признаете их да признаю по порядку всех каких только не назовете у нас богослужение точно так как православных но чуть-чуть есть изменения обряд лишился праздники пасха рождество мы празднуем с православными а вот я почему-то думал что вы и патриарха какого-то признаете поминаете нет то есть вы в лоне католической церкви с восточным обрядом это настоящая церковь меня за это православные долбит что я так говорю я легко это доказать за это церковь вы не мало не смущайтесь но там вы будете настоящим христианином у у католиков далеко не благополучно у них я не буду же говорить это столько но меня чуть-чуть смущают эти но такие латынские молитвы я встречал размышления которые которые повязаны на чувствах что надо чувствовать это все переживать когда размышляют о страстях христовых надо о себе уявлять кровь это все но я так не могу молить у вас розарий есть этот есть розарий да но я молюсь по молитвослову утренние вечерние молитвы читаю псалтырь библию читаю а библия у вас какого перевода и назад синодальной это лучше перевод но я слушал я слушал вас то я меня есть перевод наш католический но я что-то не могу читать хорошо и псалмы псалтырь не так псалмы понумерованы как в синодальной не сходятся так я сразу не спросил вас мы все выставляем в интернет беседы вы не против нет я не хочу чтобы а почему разве мы о плохом говорим не не о плохом а почему вы дайте согласие то я прекращу связь потому что зря это вы мы время тратим я вам говорю что любому вашему которые с вами они послушают которых также долго от в аду в аду я вам говорю эти слова не подтверждаются это любой из них с послушает но согласно да но через две недели там поставить это у нас модератор работает мы говорим о божественном я сказал о нашем отношении к папам что мы заехали подарили у нас тут в томске я был там анжей он католический поляк видимо и мы подошли под благословение благословились у него хорошие отношения это для православных обосудительно они меня судят православное за это но сделать они ничего не могут мы видим как патриарх с папой встречается я ничего не придумываю митрополит иларион алфеев с ними но это знать надо где какая мера граница я с первой минуты сразу говорю вот чем я не согласен не согласен это означает в этом направлении готов помочь трудиться что было правильно вы там находитесь правильно понимаете вы большую пользу можете сделать чтобы эта вражда прекратилась и чтобы люди рождались свыше чтобы люди в духе святом жили у нас наоборот людей воспитывают в ненависти к другим если ты не не их то значит ты врага наш москаляку на геляху да это не неправильно мы один народ один русский народ я не в этом плане я говорю я понял понял поверьте я говорю необычно для православных большинство людей также понимает как ваши товарищи вас там которые в аду и прочее они этого не докажут вы в церкви находитесь церковь там берут законно рукоположенное священство рукоположение папы стопроцентное точное ну хорошо тогда где-то я иду на работу так у вас если кто-то будут ваши товарищи подготовьте вопросы заранее в письменном виде подойдите я сейчас вам скину два материала о книгах вот которой нужно вам прямо внизу у вас здесь хорошо и где она на наши какие в каком месте можно ну зайти на mail.ru и там легче нам общаться было бы но все до свидания с богом богом